За этот короткий первый микроцикл очень много было работы над тактикой, поэтому будем надеяться, что эту информацию, которую мы дали игрокам, мы уже сразу же увидим в первой игре. Андрей Николаевич, на Евро сборная два ключевых гона пропустила в Германии в результате верховых прыгнов и верховой борьбы. Мы знаем, что исландцы, это их, так сказать, тоже конем. В связи с этим акцент делался, но именно это качество соперников? Ну, конечно, мы очень хорошо изучили игру исландцев. У них очень много хороших качеств. И одно из них, это, конечно, очень хорошая игра вверху. И, прежде всего, это одни из самых опасных моментов, которые они создают и больше всего мячей забивают именно при стандартных положениях и при бросовании аута. Поэтому мы, конечно, изучили ихнюю игру и игроки знают расположение, понимают, насколько они опасны в этом. Поэтому будем надеяться, что все будет нормально завтра. Все знают, что через квалификацию стадиона мы не можем принимать этот поединок исландцев перед глядачами. Но на предыдущей уже началась фан-зона, где будет близко 10 тысяч хвиливаний, которые создадут шумовую поддержку вашей команды. Чи планируете вы, как возможно, до матча это будет сложно при хорошем результате, после матча вы свои ходят, чтобы уступать с хвиливаниями, которые там конкретно являются? Мы пока не думали насчет этого момента. Мы знаем прекрасно, что будут созданы такие места, в которых болельщики будут именно смотреть футбол. И один из таких мест будет рядом со стадионом. Поэтому, если будет хороший результат, конечно, я думаю, с удовольствием поблагодарим всех болельщиков за поддержку. Андрей Миколаевич, в сейчасном футболе очень часто флангуются футболы, которые очень много действуют на атаку. Я, как разумею, тренерский штаб сборной тоже хочет перебудоваться, чтобы были очень активные фланги в сборной Украины. Вот в этом матче вы выдаете перевагу все-таки активности, все-таки надеянности, потому что это первый раз. Ну, во-первых, должен быть баланс такой в команде, для того, чтобы... Очень хорошо, когда всего по чуть-чуть, и в этом получается идеальный баланс. Значит, я немножко хотел коснуться игры сборной Исландии. Это очень хорошая команда. Она на протяжении уже достаточно долгого времени демонстрирует это. И отборочный этап, который они прошли, чемпионаты Европы, обыграв голландцев, и после этого они сыграли очень хорошо Евро. Поэтому эта команда сбалансирована. Она знает, как обороняться, она знает, как атаковать. Если ей дать возможность, она будет контролировать мяч. И, конечно, великолепное исполнение стандартных положений. Эта команда сейчас находится в очень хорошем психологическом состоянии. После Евро особенно эта команда не просто была сюрпризом, это как открытие было. И, я думаю, все заметили отношения и связь этой команды со своими болельщиками тоже. Поэтому хотелось бы отметить вот эти моменты. Еще хотелось добавить о лидерах команды. То есть Арун Гуннерсон, это капитан команды, действительно, который зажигает в плане характера. Он ведет команду за собой. И то, что не будет играть одного из лидеров, это, конечно, плюс для нас. Ситкарсона, это очень хороший нападающий, который забивает очень много мячей. Поэтому где-то для нас это большой плюс. На мой взгляд, что будет играть самую большую составляющую в этой игре, в первую очередь, это количество борьбы, которую мы выиграем. Это очень важно. И количество подборов, которые мы выиграем. Вот я считаю, что самая большая составляющая это в этом. Друзья, вам завтра перемоги. Все чекаем вашего дебюту. Насправді, різні є тренери, різня є підготовка. Є тренери, которым нужно переглянути соперника, вы учили 8 матчей, 10 матчей. Сколько вам нужно было переглянути матчей в Исландии? Там 3-4. И на сколько вы выяснили процентов, процентов с основным складом на завтрашний матч? Для того, чтобы понять игру сборной Исландии, я думаю, можно посмотреть очень много матчей. И мы увидим приблизительно одну и ту же команду. Потому что она, опять же повторюсь, она играет очень давно вместе. У них сбалансированный состав. Поэтому у них уже наиграные действия. Цепочку вот этой всей тактической и именно игры их можно увидеть в каждой игре. Поэтому больших трудностей в изучении этой команды не было. Самое главное – это найти пути для того, чтобы противостоять им. И самое тяжелое – это, прежде всего, угловые и ауты, которые они просто идеально делают. И что касается состава, то я где-то на 90% определился. Может ли Исландия выиграть группу? У нас очень сбалансированная группа. И Хорватия, и Турция, и Исландия, и Украина. Все могут бороться за то, чтобы выиграть эту группу. То есть самое важное – это выигрывать и набирать очки в каждый матч. Кто это сделает лучше всех, кто-то выиграет эту группу. Я добавлю, что самое главное – это победы. Потому что победы приносят больше всего очей. Поэтому будут и потери, будут и ничьи. Но команда, которая выиграет больше всего матчей, займет первое место. Запитание до Саши. Я так вижу, вы с великим интересом и цикавием слушаете Андрея Миколаевича. За этот час работы спойной, тренерский штаб уже донес до вас? Чего выиграть, вы понимали все вымоги нового тренерского штаба? Или как вам дается это? Конечно же, сейчас в тренировочном процессе поменялось очень много. И все, что требует тренерский штаб Андрей Николаевич, конечно, мы все стараемся реализовать это в жизнь. Стараемся выполнять все эти требования, которые нам предоставляются. И, конечно же, будем переносить это, стараться все сделать в завтрашнем матче. Вы сказали, что у нас очень ревная группа, а за рахунок чего сборная Украины может быть успешной в этой квалификации? Почему мы можем... Выигрывать матчи надо, вот это главный козырь наш будет. Андрей Николаевич, вы чувствуете себя, кажется, расслабленным со стороны. Есть ли у вас манграш перед первым матчем? Не могли ли вы представить, что первый матч как в трене, а у вас будет именно по главе национальной сборки? Ну, волнение есть, конечно, не буду скрывать, это нормально, это присуще. Потому что это начало новой моей работы, и все-таки мы играем с очень хорошей командой. Поэтому волнение есть, и очень плохо то, что мы играем при пустых трибунах. Но работу, которую провели футболисты, желание их, сама дача, вселяет большую уверенность. Андрей Николаевич, если я верно понимаю, помимо пяти футболистов, которые были отсеяны после первого тренеологического микроцикла, еще некоторые футболисты покинули расположение сборной. Вот, например, Караваев сыграл даже за свой клуб в контрольном матче. Можете ли вы назвать тех футболистов, которые помимо Караваева, точно так же, на конуне матча, помимо тех пяти игроков покинули расположение сборной? Еще должны покинуть три игрока, потому что заявку я должен дать на игру сегодня вечером, после тренировки. Я хочу поблагодарить еще раз всех игроков, которые были именно с первого дня на сборах. Несмотря на то, что они покинули сбор, они все отдавались очень хорошо, поэтому мы их всех рассматривали как кандидатов, и вопросов никому никаких нет. Владимир Владимирович, поделились ли вы все-таки с капитаном, и будет ли это назначаемым? Команда сама тоже принимает участие в решении? Завтра все увидите. Есть количество игроков, которые уже давно играют за сборную Украины, у каждого из них есть лидерские качества, поэтому завтра будем определяться с этим. Владимир Владимирович, видно, что на евро желудного мяча не забыла, звичайно, что приходит позицию форварда. Угловит ли тут только какой-то сюрприз, а мы достанем эту самую депутацию? Есть проблема у нас, конечно. Самая большая проблема, то, что нападающие, которые есть у нас, они в своих клубах не всегда получают достаточной игровой практики. Это большая проблема, и будем думать, как решать. Я могу сказать, что ребята тренируются с хорошей интенсивностью и с большой отдачей. Поэтому, несмотря на то, что они играют в своих клубах, они приезжают с огромным желанием и отдаются здесь. Это очень важно. То, что касается Артема Федецкого и Тараса Степаненко, значит, они все сегодня работают, у них проблем пока нет. Чего родилось вам в вашем клубе играть в домашнюю матчу для ночи? И как команда налаштовывается на то, что завтра будут хорошее трибуны, и сборная будет без слова 12-го? Спасибо. Конечно же, без болельщиков играть очень неудобно, скажу так. Приятно, конечно же. 12-й игрок нам всегда помогал, поддерживал. Это очень приятно, конечно, мы нуждаемся в нем, и завтра будет непросто, конечно. А играл ли я без зрителей, конечно, но последние, наверное, года два нам приходится в чемпионате играть. Домашние игры, я имею в виду в клубе, в основном без зрителей. Так что в этом у нас, как бы, дефицита в этом нету, скажем так. Это ваш первый сбор. Ну, невозможно, опять невозможно, потому что всегда не хватает времени. Поэтому, в принципе, на чем мы сосредоточились, как тренерский состав, я думаю, нам удалось сделать. Это самое главное. Субтитры создавал DimaTorzok